Первый на Руси комикс, реклама, информационный бюллетень и выпуск светской хроники. Все это лубок. Не знаете, что это? Елена Чехомова расскажет прямо с выставки в Краевеческом музее. Ну прежде всего, что же такое лубок? Оказалось, что это народная графика с надписью. Вот в деревнях часто можно было увидеть такие народные картинки. Другое дело, что многие и не знали, что называются они лубками. Вот и посетитель выставки Вера Дмитриевна признается, был вопрос, почему же картинки эти так зовутся? Сначала я подумала, это на бересте, вот как берестовые, но мне объяснили лубковые, оказывается, это из-за того, что они продавались в коробейни. Вот коробейники с коробочками, которые назывались и лубками. И мне все хорошо, сейчас понятно. А еще стало понятно, откуда у Краевеческого музея столько лубков. Здесь даже газетную статью об этом сохранили. Она рассказывала о Киропчане, у которого хранилась коллекция лубков, переданная ему еще прадедом, уроженцем современного Кирово-Чепецкого района. Коллекция составляла 100 лубков. Хозяину на тот момент было уже 70 лет, поэтому он переживал, волновался за ее будущее. И сотрудники нашего Краевеческого музея не могли остаться в стороне и выкупили у него эту коллекцию. Итак, теперь в фондах музея больше 150 лубков. Религиозные, исторические, детские, военные, поучительные. И не случайно на открытии выставки исполняют песни. На лубочных картинках часто были их тексты. Причем все лубки без подписи. Предполагают, что авторы просто не считали нужным упомянуть о себе. Вроде как не совсем картина, а картинка. А иногда сохраняли анонимность для собственной безопасности, если лубок сатирический. Вот, например, перед нами лубок, как мыши кота хоронили. Под котом подразумевается император Петр I. То есть он, как известно, ввел много новых порядков, но не все эти новые порядки были по душе. Мыши всегда подданные кота и могли веселиться только на его похоронах. Посмотреть и первый русский комикс, и первую рекламу в виде лубков можно в Краевеческом музее до конца ноября. И главное, какие эти работы актуальны 1902 год. Покупаю за наличные, покупаю в кредит. Елена Чехомова, Никита Луковников, Бюро новостей Довича.